Здравствуйте! Это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко. Сегодня у нас программа депутатская, потому что в гостях у нас настоящий избранник народа, депутат Совета депутатов городского округа Люберцы, Леонид Александрович Слонимский. И мы будем говорить о проделанной работе. Мы год с вами не виделись. Здравствуйте! Будем говорить о проделанной работе. Начнем с 400-летия. Почему? Потому что к нему готовились... Во-первых, 400 лет – это в течение всего года. То есть ничего еще не закончилось. Просто прошли какие-то торжества. Потому что многие жители подумали так. Вот 400 лет отметили, и на этом сейчас как-то все тихонечко затихнет. Не так? Нет. Работа продолжается, она кипит, все двигается. Очень много проектов запущено, которые сейчас начинают воплощаться. Что-то уже воплощается, что-то будет доделываться и в следующем году. Поэтому процессы все запущены. Ну, то есть и связанные с 400-летием, и, скажем так, постоянные. И с постоянным. Многое, что мы проделали. Грубо говоря, если говорить, что я у вас был в декабре месяце, были какие-то работы начатые, то сейчас очень много что интересного. То есть, ну, даже если так говорить, за этот период, наверное, у нас прошли порядка, наверное, 30-40 встреч с жителями. У нас приемы проводятся каждую неделю. Поэтому это тоже порядка 50 приемов. То есть люди приходят, люди общаются. Все проблемы, которые могут решаться, решаются. То есть, которые на какой-то дальнейший период, то они переносятся и делаются тоже, как получается, по возможности. Ну, я так понимаю, что, во-первых, есть наказы, которые получает конкретно депутат. Есть наказы, которые потом как-то формируются всем советом депутатов. Потом принимается решение, что выполняем, что... Ну, очередность, да? Ну, это такая работа. Депутат работает с населением. Это, конечно, непосредственная связь. Дальше уже работа протекает, что мы уже работаем с администрацией, пытаемся решить те вопросы, которые у людей наболевшие и накипевшие. Вот давайте о наболевших и накипевших вопросах. С чем обращаются сейчас? Какие в основном просьбы? Вот смотрите, если так говорить, после распределения, после выборов распределения, к нам добавился округ, восьмой это Марусина, Матюкова. Вот, конечно, очень много там было людей, которые, ну, наверное, хотели высказаться как новым депутатам, наверное. Ну, конечно, да. Вновь пришедшим. Кто на новенького. Кто на новенького, да. Поэтому я бы даже так сказал, что приемы там более насыщенные, чем там в Красково, в Малаховко, там больше людей. То есть народ пошел к нам? Да, народ пошел, да. Это очень интересно. Ну, вот основные вопросы, которые, конечно, люди задавали, это, ну, понятно, дороги, понятно, там, священие еще это. Но очень много было обращений, например, по Марусинскому парку. И вот можно сказать, что очень приятно. У нас начался первый этап, первый этап Марусинского парка. То есть сейчас там будут делаться дорожки, там будет делаться освещение. А как вот удалось договориться? Это одновременно и население, и администрация решила? Ведь можно получить наказ и поставить это в очередь. Ну, это складывалось, так скажем, годами. Поэтому люди уже давно об этом просили, что у них в Марусино нет парка. Им, конечно, бы хотелось, потому что в Люберинском округе много каких разных есть парков. Ну, и в последнее время они как бы развиваются. Да, развиваются, а у них не было. Поэтому это стоял такой вопрос, жаждущий для людей. И, конечно же, совместно с администрацией все. Эта концепция разрабатывалась. Мы, по-моему, обсуждали это на прошлый раз, когда это было, то шла концепция. Сейчас есть уже рабочая группа, уже начата стадия. То есть сейчас это будут дорожки, первоначальный этап запускаться, освещение. В следующем году продолжится этап благоустройства, ну, и так поэтапно. Возникает вопрос, а деньги откуда? Это деньги, которые из фонда некоего администрации или депутатские какие-то, может быть, депутаты Московской областной думы? Я больше думаю, людей это не так чаще интересует, откуда деньги. Их интересует больше главный процесс, чтобы это было. А возьмете, это будет выделение из Московской области, или это из муниципалитета, откуда-то будет там еще какой-то. Просто иногда попадают же под гранты, под какую-то программу, под какое-то дополнительное финансирование вообще со стороны. Да, попадают. У нас много каких проектов, которые попали под гранты. Также и парк тоже попал. У нас есть выделение на развитие данных отраслей. Поэтому, ну, двигаемся как-то в таком направлении. Главное, чтобы все шло и не останавливалось. Потому что есть моменты, когда жизнь вот иногда происходит по-другому. Бывает там вот... Замедление темпов. Замедление темпов, да. У нас вот в Малаховке сейчас и в Красково, например, отойдем немножечко от парков, перейдем ближе к школам. Так. У нас сейчас закончился ремонт, и 1 сентября в Малаховской школе номер 46 дети пошли после полной реконструкции школы в новую школу. Процесс был очень насыщенный. В декабре месяце было выделено деньги, все завершилось. Этап строительства начался. Начали разбирать школу. Детей, соответственно, перевели, пока идет ремонт в другие школы, что тоже, конечно, для родителей не очень это. Но они готовы терпеть и терпели. Все к этому отнеслись. Спасибо огромное. Очень благословно хорошо, потому что они понимали, что после ремонта дети пойдут в новую, современную школу с ремонтом, с оборудованием, которое уже достигнуто. Ну, тем более, что сейчас мы же, как это, Москва рядом, и хочешь-не хочешь мы все время слышим там, да, по последнему слову техники. И хочешь-не хочешь, нельзя же, как это, лицом в грязь упасть. Да, отставать нельзя. Поэтому нужно отставать нельзя. Понятно, что другие, может быть, бюджеты, другие возможности. Еще раз хочу напомнить нашим телезрителям, что, к сожалению, скажем, депутат Совета депутатов, да, вот самый такой первый уровень, он не всегда может взять на себя время, так сказать, я вам эту школу, вот завтра мы решим этот вопрос. Тут очень много факторов, которые решаются на разных уровнях. Но все равно, правильно ли мы понимаем, мы, так сказать, люди, которые, им необходимо, да, понимать про новые школы, население у нас, да, прирастает, получается. И прирастает, во-первых, с прибавлением, увеличением территории городского округа, и плюс еще просто физически. Да, и жилая застройка у нас тоже появляется. Жилая, да, и достаточно там самолет вспомнить, потому что часто мы о нем вспоминаем. Но школы, успевают ли все школы обновиться? Я сейчас, как бы, вообще за весь округ у вас спрашиваю, но с точки зрения, есть же, наверное, какой-то тоже распорядок здесь, в этом округе, в этом округе, в этом? Конечно. Есть распорядок, понятно, что, конечно, как бы не хотелось сделать все сразу, не получается. Во-первых, есть финансовая составляющая, которая распорядка, но у нас, так сказать, как что за весь округ, что за наш восьмой округ, там, Красково, Малаховка, Коренева, у нас идет развитие. Уже сколько отремонтировалось школ в городском округе Люберцы? В нашем Красково тоже строится за поселком КСЗ школа на 1100 мест, которая будет сдана в следующем году. А качество строительства проверяется депутатами всех уровней? Бесконечно, постоянно, бесконечно посещаем все стройки, вот, что возьми эту школу, которая строится, что возьми 46-ю, последние моменты, я так сказал, что, ну, может быть, грубо скажу, чуть ли не ночевали, не ночевали, приезжали утром, в обед и вечером, потому что понимали, что нужно открыться к первому сентябрю. Подгоняли, что ли, или как? Ну, есть моменты, которые, это же строительство, есть моменты, которые не ночевали. Вот мелочевка, она всегда сжирает очень много времени, то есть, как бы вот не хотелось. Потом были проблемы, то есть, на этапе строительства был проект, все было запланировано. Разобрали школу, дошли до перекрытия, а оказалось, что они требуют замены. Дополнительные. Дополнительные расходы. Это же невозможно, что раз, и все. То есть, это дополнительное согласование, дополнительное выделение денежных средств. Поэтому это все занимает время. Поэтому накладка на накладку, конечно... Ну, и существуют нормативы, наверное, которые тоже не обойдешь. Да, конечно. Это бумажный вопрос, он всегда неотъемлемая часть всего времени. Но, слава богу, мы все успели. 1 сентября были в этой школе, прошло открытие, приезжал глава Владимир Михайлович Волков. Поэтому все довольны, вот, разговариваю без конца. У меня у самого дети учатся в этой школе. А, ну тогда все. Поэтому для меня... Лично проверили все. Да, для меня это тоже неотъемлемая часть, что кипело, вот, чтобы все было хорошо. Ну, и что, чтобы еще завершить тему школы, еще с наших времен, с времен моего детства и так далее, вот почти каждый год все равно делается ремонт. Возникает вопрос, это так плохо построили, что приходится ремонтировать? Ремонтировать? Или дети такие шебуршные, что разбивают эту школу за один учебный год? Или что-то другое? Человеческий фактор. Ну, конечно же, дети, ну вот, что ни возьми, мы же тоже живем в доме. Ну, просто когда ты живешь в своем доме, своя квартира, дом, неважно, ты к этому относишься немножечко... Ура, ты, дверцы, сильно не хлопаешь. А что такое общественное место? Ну, дома свой спортивный тренажер, будешь бегать аккуратно. А придешь в фитнес-клуб, ну, это же не твое, как побежал, как спрыгнул. Поэтому, ну, это жизнь, наверное, это... Хорошо. Так и должно быть. Зато, честно, как говорят. Тем более для... Это же дети, они же проводят в школе почти половину своей жизни. Они там... Хочется бегать, двигаться. Да, да, поэтому... Конечно. Ну, и заканчивая тему уже образования, тем более в октябре у нас день учителя, сентябрь день знаний, в октябре день учителя. То есть, как и ваши коллеги депутаты, я так понимаю, что это был один из главных вопросов, да, вот в летний период, чтобы открыть... Ну, в летний период, конечно, все ждут, чтобы у нас завершили школы. Где-то там в других школах тоже мелкие ремонты проходили, подкрашивали, да, делали какие-то кабинеты, переделывали. И, конечно, такой щепетительный вопрос, перед первым сентября, конечно, это школы. Наверное, со всех депутатов спрашивают, потому что у всех депутатов школы есть. Ну, конечно. Хорошо. А по наполняемости? Вот есть вариант, когда приходит к вам, кто-то говорит, не могу в школу устроиться, там, может быть, каких-то документов, или в садик детский? Ну, есть обращения такие. В основном, конечно, это обращаются чаще многодетные. И вот у нас еще очень много обращаются, ну, в связи с проведением СВО, у нас есть мамы мобилизованных, у которых есть дети. Вот у нас были обращения. По обстоятельствам им приходилось менять место жительства. То есть они оставались в Люберецком районе, но перемещались. Соответственно, были накладки. Ну, школы не всегда сразу понимают, реагируют. Поэтому, конечно, они к нам обращались, и незамедлительно все это сразу решалось. Ну, я понимаю, что это особая ситуация. А вот, скажем, мы же понимаем, что есть миграция населения, я имею в виду внутренней страны, или, может быть, люди, которые приезжают из других, из соседних республик. Вот такое есть сейчас. Я вам честно скажу, вот на моей памяти было пару обращений, но они не такого масштаба, проблем нет. То есть я вижу, что образование справляется с этой нагрузкой спокойно. То есть все, всем хватает. И не видно такого, чтобы что-то не хватало. Да, есть некоторые школы, которые работают во вторую смену. Конечно, мы стараемся это... То есть этот вопрос поднимается? Это поднимается, потому что все хотят, чтобы не было второй смены, чтобы была первая смена. Поэтому вот часть школ, которая сейчас приняла вторую смену, строительство новой школы вот этой, она, конечно, очень сильно разгрузит. И 56-ю школу, и 55-ю школу. Это будет, конечно, 1100. Ну, тут еще важно, чтобы, да, опять же, я не хочу уходить, потому что мы тут привыкли и так далее. То есть немножко разрывается. Ну, что делать? Зато новая школа. Вы знаете, я вот даже по-другому смотрю на это. Я вот просто даже на 1 сентября, я сказал, разговаривал со старшеклассниками. Они настолько счастливы и довольны, что им сделали ремонт в школе, что у них новые оборудованные классы, там, физика, химия. То есть новые оборудования, они просто в большом восторге. И для них уже не важно, там, куда, сколько идти. Понятно. Поэтому... Хорошо. Леонид Слонимский у нас сегодня здесь в студии. Депутат Сета-депутатов городского округа Люберц. Сейчас сделаем небольшую паузу, а потом вернемся, потому что образование хорошо, школу запустили хорошо, и парк хорошо, но впереди осень глубокая и зима. Вот об этом поговорим в продолжении нашего эфира. Напомню, что эта программа «Открытый диалог». Леонид Слонимский, депутат Сета-депутатов городского округа Люберца, у нас сегодня в гостях. Депутатская программа, а это, значит, часть наших избирателей, которые непосредственно в вашем округе, да и вообще все, кто живет в городском округе Люберца. Конечно, интересно узнать, как там наши депутаты, потому что летом люди отдыхают, и кажется, что отдыхают все. Но, как мы выяснили, депутаты работают, в том числе и, скажем так, по программе образования, все, что с этим связано. Но сентябрь наступает, 400-летие отметили, и мы понимаем, что пока еще погода нас радует, но октябрь, они за горами, ноябрь, а потом еще и зима, которая, как известно, приходит внезапно. И вот тут готовы ли, разрабатывался депутатским корпусом вопрос о том, как будет идти подготовка к зиме. Я понимаю, что есть какие-то традиционные вещи, может быть, что-то новенькое? Ну, новенькое что? Конечно, мы обсуждали о том, чтобы... Есть моменты предновогодние, которые хотелось бы украсить наш городской урок. А даже уже об этом говорили? Ну, это же всегда все делается заранее, потому что Новый год не за горами, не успеешь оглянуться, как и Новый год. Поэтому есть моменты, где где-то что-то надо обновить, какие-то украшения, какие-то елки, еще что-то, чтобы где-то было ярко, красочно. Конечно же, вот даже если говорить, сейчас была предвыборная компания губернатора, и мы очень много встречались как с жителями, так и с предпринимателями, с компаниями. То есть мы с ними также это обсуждали. То есть это общие вопросы, это разговоры на общие темы. Не важно там, что чего касается. Пускай это сфера бизнеса. Это же и для них хорошо, и для города хорошо. И их заметно, и их видно. Поэтому также обсуждали все эти вопросы, что город должен быть красивым, а это в первую очередь зависит от нас самих. То есть как мы это выполним, сделаем, украсим, так и они. Поэтому также их попросили, чтобы они все свои, у кого какие предпринимательские места, чтобы также было украшено красиво. Ну это такая просьба внутренняя такая. Понятно, что обязательно никого не можем, но попросить это всегда воспринимается. Ну это хорошее украшение. Понятно, что это и денег стоит, и затрат определенных, и человеческих ресурсов. Но все-таки людей еще волнует подготовка всех хозяйств. Вы же понимаете, что слово депутат и ЖКХ – это близнецы, братья. Да, это постоянно. Готова ли отопительная, проверяется ли эта система, может быть где-то. Ну пример такой. Летом люди делают ремонт зачастую, переезжают. Люберцы – город, где люди действительно много передвигаются. Кто-то где-нибудь вырезал, поставил новую батарею, что-то там не так приклеил, заклеил, не так это все. И потекла вся эта история. Вот как идет подготовка к отопительному сезону? И когда, кстати, отопление должны включить? Ну отопление больше, скажет, наверное, ЖКХ. Ну, как обычно у нас это запускается. Плюс 8. Да, температура должна упасть. Пять дней плюс 8. Слава богу, вот благоприятные дни, посмотрите. Бархатный сезон. Да, бархатный сезон, на выходные до 25 градусов. Так что, наверное, для тех, кто запускает отопление нашего городского округа, это очень приятно, что они могут еще сделать какие-то работы, доделать. Ну что, конечно, работа все делается. То есть мониторинг идет? Мониторинг идет, заменено много труб, я тоже знаю, да, и на нашем округе менялись трубы. И не только отопление, есть и водоснабжение, то, что менялось. Конечно, это не все то, что нужно бы и хотелось, но не все сразу, все постепенно. Но менять, я так понимаю, еще вот эту чугунку старую советскую, да? Старую чугунку советскую, которая уже больше 50 лет из-за этого и проблемы и воды, и проблемы и отопления, и рвет. Вот люди постоянно об этом говорят, мы это прекрасно понимаем, но и пытаемся до людей донести, что невозможно сразу поменять там 300-400 километров. Это все постепенно. Поэтому есть какая-то разнарядка, которая выделяется на год. То есть такой щадящий способ, чтобы одновременно вроде трубы поменять, чтобы не создавать каких-то условий. Есть те участки, которые это нужно сделать необходимо именно сейчас, чтобы запустить отопительные сезоны. Есть проблемные участки. Да, но я понимаю, что депутаты знают об этих проблемах, где, как говорится, может рвануться. А это невозможно не знать. Там о них сообщают жители. То есть бесконечно сообщают жители. Но есть же еще то, что жители, например, не видят, которые, ну, жители же разные есть. Есть жители, которые все время что-то сообщают, и полезные не очень. Ремонт водозаборных узлов, конечно, тоже это немаловажный вопрос. Они жалуются только на воду, но они не знают, что там. Где-то станция без железования нужна, где-то уже оборудование изжило себя. Просто даже вот если мы берем обычную квартиру, да, и обычно, значит, сантехника, ведь очень быстро забивается, то есть не успеваешь. Даже если ты ставишь эти все, ну, способы предохранения от попадания большого мусора, все равно. А на таких, в домовых масштабах это же очень серьезное. Очень серьезное. Это у нас есть, например, Красково-Малаховка. Это огромная проблема именно того, что большое содержание железа в воде. Это, ну, бесконечно, конечно, с этим борются. Но это вот так сложилось временами, потому что вот, ну, наши нетры, к сожалению, содержат большое железо. Из-за этого, конечно, много жарчины. Конечно, водозаборные узлы работают на полную, станция без железа. Ну, где-то уже приходит что-то в негодность, где-то надо восстанавливать. Все сразу невозможно, конечно, объявить. Поэтому у людей много жалобы. Жалуются, говорят, фильтра меняем чуть ли не раз в месяц там. Ну, и понятно, что виноват, естественно, депутат и ЖКХ. ЖКХ, да. Сделайте что-нибудь с этим, как хотите, но... А то не выберем. Чтобы завтра вода шла чистая. Я так понимаю, что у вас и поэтому прямой контакт со службами. И как бы мы... У нас, естественно, часто бывают представители ЖКХ, мы прекрасно понимаем, что это такая постоянная головная боль. Не бывает, чтобы вот хотя бы там час, и вдруг тишина. Обязательно что-то и происходит, потому что город, городской круг большой. Это организм, как человеческий организм практически. И вот насколько у вас выстроена работа, насколько вы быстро можете среагировать на серьезные какие-то вещи, которые могут произойти? Наверное, будет самое лучшее привести на примере. Давайте, да. Да, вот был, ну, может, буквально месяца полтора-два звонок от жителя, причем не с моего округа, он с центрального округа Люберец, позвонил, говорит, у меня проблема, не работает канализация вообще, то есть забито полностью, не работает ни один санузел. Ну, проходит работа какая? Конечно же, я знаю всех, кто род ЖКХ, позвонил, попросил, незамедлительно прислали, вызвали, то есть все осмотрели. Была некая проблема, которую невозможно было устранить сзади, но на следующий день позвонил житель, поблагодарил. Даже поблагодарили. Выразил, да, выразил огромное спасибо, есть переписка, что вот очень приятно, что вот так вот оперативно. Мы, конечно, не можем помочь всем и каждому, понятно, что есть вот такие выборочные звонки, но мы максимально стараемся сделать, если это возможно, в короткие сроки. Вот вернемся к теме социальной, да, сейчас у нас, ну, не буду говорить, что немножко так говорят, что увеличивается число заболевших, пока вроде ничего не вводится, я думаю, что как-то, ну, такой новый тип гриппа, надо к этому привыкнуть. Надеюсь, обойдемся. Да, обойдемся, но тем не менее, опять возникает тема помощи людям, которые, да, лучше, может быть, им не выходить из дома, возникает тема каких-то социальных выплат, которые, к сожалению, начинаются, ну, к сожалению, в данном случае для депутатов Совета депутатов, что они не могут просто так взять деньги, дать, да, у вас их нет. А вот, например, депутат Московской областной думы, Госдумы, да, это уже какие-то бюджеты. Но все равно люди идут к депутату, да, люди идут к депутату и, ну, просят, дайте то-то, 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 либо на лекарства, опять же, медицина. То есть, вот как социальная сегодня сфера представлена на работе депутата? Есть, конечно, обращения, стараемся помогать. Конечно, всем не поможешь, это понятно, но есть те сферы, которые мы совместно с депутатским корпусом изыскиваем, находим моменты, когда видим, что человек действительно нуждается в этих моментах, мы во всем помогаем. То есть, неважно, что это, там, стиральная машинка, холодильник, там, или плита. У нас были обращения, звонили, там, и пожилые люди. Они многого не просят, на самом деле, они просят обычные бытовые вещи. Ну, чтобы жить. Бытовые вещи, которые жить, то есть, нету такого, что ты какой-то залудуешь. Машину мне купить. Да, да. Есть кто-то, просит, обращается, подготовка к школе. Ну, понимаем, многодетная семья, много детей, дохода не хватает. Ну, собрать ребенка в школу, это даже приятно самому для себя. Поэтому мы стараемся никого не оставлять. То есть, правильно, мы понимаем, что, ну, жизненные ситуации разные бывают. То есть, не надо стесняться. Можно обратиться к депутату. Чем смогут, тем помогут. Я имею в виду и вас, и ваших коллег. Я думаю, даже нужно, обратиться нужно. Скажу честно, откровенно, мы не всегда можем помочь, потому что некоторые вопросы... Ну, подключить кого-то. Да, подключить, попросить, еще что-то все. Это даже нужно, потому что это как раз та грань, та ниточка, которая соединяет жителей и депутатов. Ну, это такая, скажем, человеческая сторона, да, которая, ну, она же никуда не уходит. Ну, и тут не могу не задать вопрос. Понятно, что наказы бывают разные, и проблемы бывают разные. Наверное, что-то не удалось сделать, или что-то приходится переносить на другой период. Люди, наверное, по этому поводу нервничают. Вот как тут депутату быть, когда... Вы только сказали, вот у нас сейчас есть такой назревающий вопрос, вернемся немножечко обратно к паркам. У нас есть Малаховский летний парк, который так сложилось, наверное, так сложилось, что там несколько лет назад, скажем, люди сами приняли это решение и сделали его культурным наследием. Проголосовали за это и сделали парк культурным наследием. Ну, никто в тот момент, наверное, не подумал о каких-то других последствиях. Признали культурным наследием. Ничего не надо делать. Это все хорошо, да, это безумно хорошо. Но, соответственно, парк, благодаря этому культурному наследию, получил старый закопанный бетонный блок. Это теперь культурное достояние. И восстановить можно только в том состоянии, в котором он был там, скажем, на 80-е, 90-е, 70-е годы. А это был деревянный, ну, скажем, скворечник так, без отопления, без всего. Если будем говорить о сегодняшних возможностях, ну, это просто он не имеет никакого смысла. Потому что, ну, есть то, что нужно сейчас. Из этого парка уже неоднократно обращались даже инвесторы, которые готовы были потратить деньги, сделать какое-то отапливаемое здание, чтобы дети могли туда приходить, школы искусств, танцев, еще что-то. Чтобы оно само себя завязало. Для нас это сейчас такой очень важный вопрос, который мы хотим. Но есть шансы изменить. Шансы есть, шансы, и я думаю, что все будет, и все получится. Просто нужно набраться терпения. Мы сейчас двигаемся очень в этом направлении, потому что понимаем, что это действительно нужно. Хорошо. То есть я к тому введу, что бывают проблемы, которые с трудом решаются, а то иногда многие думают, что пришли депутатов, похвалили, на этом все закончилось. Работа, она такая, что какие-то проблемы появляются, то хорошо, то надо решать и так далее. Есть ли у вас какие-то помощники среди, я имею в виду, населения, с которыми вы сотрудничаете? Есть активные граждане. Активные граждане, да. Есть и молодежь, и возрастной категории есть везде, и в Марусино. Мы тесно общаемся, как правильно это управляющий домов или еще кто-то, которые тесно связаны с общественностью, которые... То есть они на вас могут быстро выйти, и вы на них. Да, они, во-первых, очень активны, они создают рабочие группы, они общаются со всем жилфондом, поэтому это очень удобно. Есть, конечно, такие, да. Ну и последний вопрос. Где вас могут найти ваши избиратели? Как у вас проходит прием? И может быть, у вас еще есть какие-то способы связи? Найти нас очень просто. Просто мы ведем в месяц четыре приема. Первая неделя понедельника – это у нас прием в Коренево. Второй понедельник – это у нас Красково. Третий – Малаховка. И четвертый понедельник – это Марусино. Все есть на сайте Люберцера, все есть на наших страницах. У нас ведется ВК, Одноклассники, Телеграм-канал, есть телефон для связи, есть помощники. Поэтому, если кому-то что-то нужно, звоните, пишите, всех примем. То есть технологично все. Понятно. Леонид Слонимский, депутат Совета депутатов городского округа Люберцы, который рассказал нам и о тех проблемных вопросах, которые существуют, ну и, конечно, о достижениях, потому что люди тоже должны знать, если депутату удалось что-то сделать, они должны знать, кто это сделал, я считаю. Спасибо вам большое. Вновь вас ждем через какое-то время. Надеюсь, с хорошими новостями, в том числе и по тем проблемным вопросам, которые мы поднимали. И вам спасибо большое. Всегда рад, всегда буду приходить. Это была программа, которая была посвящена работе одного из депутатов Совета депутатов, Леонид Слонимский, еще раз напомню. Ну, а вел программу Николай Пивненко. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин